Третий день в реанимации находится 9-летняя жительница Барнаула после того, как провалилась ногой в яму. Подруга догадалась опустить пораженную конечность в снег и довольно долго привлекала внимание прохожих, чтобы вызвать скорую. Состояние ребенка тяжелое, но стабильное, заверяют врачи. И говорят, что скорее всего ампутации не будет. Сегодня была первая перевязка после поступления. Раны похоже, что будут глубокие. Но не все. Там процента 5. Будет глубокие раны и скорее всего понадобится пересадка кожи. Сказать наверняка медики смогут примерно через неделю, когда организм ребенка окрепнет. А пока семье девочки обещают помочь и СГК, и власти города. Ну, 3 тысячи соцзащита городская или какая там она. Вчера позвонили, говорят, ну, вы пакет документов соберите. Ну, 3 тысячи мы можем дать. Вот, ну, по крайней мере, все, что они сказали. Женщина призналась, что в СГК ей просили озвучить сумму ущерба. Но мама ребенка этого сделать не смогла. Все, о чем она сейчас думает, как бы поскорее увидеть дочь. А тем временем обвинение следствия звучит как тяжкий вред по неосторожности. По данным следствия, сотрудники акционерного общества «Барнаульская теплосетевая компания» своевременно не предприняли надлежащих мер по обнаружению разрушения трубопровода тепловой сети в районе дома, расположенного по улице Маяковской в городе Барнауль, и ограждению аварийного участка. Кстати, жители улицы Маяковской уверяют, что яма, из которой валил густой пар, стояла открыта несколько дней до момента, пока туда не провалился ребенок. Анастасия Бертенева, Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.